По сообщению парламентских источников, коронавирус нанес серьезный удар по представительной ветке власти горноуральщины. Ходят слухи о том, что якобы в ЗАГСО заболели человек 25, и пленарное заседание областного парламента, намеченное на конец октября, на нем планировалось обсудить чертову дюжину законопроектов, перенесли на середину ноября. Спикер ЗАГСО брания Людмила Бабушкина в комментариях уточнила, что на самом деле COVID-19 обнаружен лишь у одного сотрудника аппарата, и потому контактировавшие с ним депутаты и помощники социального комитета работают на удаленке. Депутаты из других комитетов подтверждают, что в парламентском дворце был обнаружен лишь один бессимптомный носитель вируса. И работа на удаленке не помешает депутатам, лучше подготовиться к бюджетным слушаниям. Впрочем, и без ковидного аппаратчика эпидситуация на Среднем Урале непростая. Мы должны донести до наших граждан простую мысль, только дисциплина, только личная ответственность людей помогут переломить негативную тенденцию, остановить рост заболеваемости. Глава региона на последнем заседании оперативного штаба потребовал от екатеринбургской власти увеличить количество автобусов, троллейбусов, трамваев на самых популярных у горожан рейсах, мобилизовав для этого все транспортные ресурсы. По крайней мере в Екатеринбурге в часы пик и трамваи, и автобусы по-прежнему забиты под завязку. О каком социальном дистанцировании здесь может идти речь? Я прошу главу города мобилизовать все ресурсы, чтобы увеличить количество единиц общественного транспорта в утренние и вечерние часы, в часы пик на самых востребованных маршрутах. Чтобы разгрузить общественный транспорт, губернатор поручил министру образования Юрию Бектуганову договориться с руководством колледжей и вузов о гибком графике учебы для студентов. Даже 30-минутная сдвижка по времени поможет серьезно разгрузить общественный транспорт, сократить количество пассажиров и минимизировать их заражение. Власть намерена создать в обществе атмосферу нетерпимости к ковидным диссидентам и отправить на удаленку пожилых учителей для сохранения их же здоровья, уточнил Евгений Куйвашев. А вице-губернатор Павел Креков в кулуарах власти развенчал популярные заблуждения о том, что якобы работающие пенсионеры, в том числе педагоги, не смогут эффективно работать в онлайне. Есть такое заблуждение, что все они непременно не владеют компьютерной техникой. Это достаточно глубокое заблуждение. Я сам знаю огромное количество людей, которые совершенно свободно владеют компьютерной техникой. Это им совершенно не мешает дистанционно принимать участие в рабочем процессе. Он даже и не владеет этой техникой. Можно дистанционно с помощью телефона и многих других источников совершенно благополучно дистанционно работать. Согласно оперативным данным в области зарегистрировано 213 новых случаев заражения COVID-19. Вчера их было 212. 7 новых летальных случаев. А всего за время пандемии COVID убил на Горноуральщине 672 человека. В этой связи как никогда актуален озвученный властью тезис о нетолерантном отношении к так называемым ковидным диссидентам. Губернатор поручил главам муниципалитетов активнее вовлекать общественность для публичной порки тех, кто демонстративно не носит маску в людном месте. Общественное мнение, общественное порицание по отношению к нарушителям это мощная сила и мы должны в полной мере воспользоваться этим ресурсом. По словам вице-губернатора Павла Крекова, в его доме живет пенсионерка, которая и без протокола, без масочных жильцов так пристыдит, что никому мало не покажется. Опять же вспомню некий личный пример, когда я еду в собственном лифте, лифте дома, в котором я живу, я имею ввиду, несколько человек, значит, я был в маске, остальные без масок. Заходит женщина и так конкретно очень отчитывает, ну, женщина взрослая, люди едут более молодые, она-то конкретно отчитывает тех, кто едет в лифте за то, что они едут без маски. А вот в доме есть случай заражения, это было где-то, по-моему, в июне. Ну, вы знаете, это не был санитарный врач в белом халате, это не был милиционер, но это была такая достаточно солидная, убедительная женщина. И как-то вот девушка полезла в сумку, достала маску, молодой человек просто опустил голову, так сказать, и стал что-то говорить о том, что он забыл. То есть вот это, если мы все этим будем заниматься, если мы просто не будем стесняться делать замечания такого рода и показывать своим личным примером, то, наверное, все будет в порядке.